Вместо льда – борцовские ковры. Олимпийский дворец Айсберг превратился в арену для сражения лучших борцов. Сочи принимает чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин. Бороться за медали в 10 весовых категориях приехали порядка 300 спортсменов из более чем 60 регионов. Сегодня первый день соревнований. В программе – предварительные и полуфинальные поединки. Очень рады, что здесь именно проводится чемпионат России по вольной борьбе. Посмотрите, какие условия. Честно говоря, я на всех соревнованиях присутствую. Но такого я дома не веду. В турнире участвуют лучшие борцы России, за исключением чемпионов и призеров европейских игр в Минске. Спортсменам дали отдохнуть. Остальные сражаются за шанс поехать на первенство мира в Эстонию и чемпионат мира в Казахстан. В Нур-Султане будут разыграны первые лицензии на Олимпиаду в Токио. Чемпионат России по вольной борьбе Сочи принимает впервые, но курорт для борцов уже давно стал родным домом. Здесь в спорткомплексе Александра Карелина, отеля «Весна» они традиционно проводят сборы. А Федерация спортивной борьбы города Сочи, кроме подготовки к участию наших сочинских спортсменов на чемпионате, оказывает активную помощь в организации чемпионата России на таком высоком уровне. Часто мы сюда приезжаем спортсмены, борцы. У нас в гостинице «Весна» в курортном городке созданы все условия. И у нас там как раз после чемпионата России будут проходить сборы молодежной команды. И хочу поблагодарить в первую очередь федерацию города Сочи, Краснодарского края за организацию. Борьба как праздник. Смотрите, с утра уже столько народа съедет. Я думаю, что завтра на финалах и полчаса на финалах будет в два-три раза больше. Чемпионат России по вольной борьбе по накалу страсти обычно ничуть не уступает чемпионату мира. Поэтому поклонники единоборств не должны упустить шанса увидеть развязку турнира своими глазами. Тем более, что вход на арену айсберга свободный в финальной поединке в субботу и воскресенье. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.